Кому, насколько и когда повысят пенсию в 2020 году? Первых, кого ждет повышение неработающих пенсионеров. Уже с 1 января их пенсии будут проиндексированы. Прибавка в новом году ждет не только эту категорию граждан. Кого еще и насколько, расскажем в сюжете прямо сейчас. С 1 февраля 2020 года будут проиндексированы на 3,8% ежемесячная денежная выплата, которую получают в том числе инвалиды, ветераны, герои СССР и России. Но размер этой индексации пока что не точный. Также на 3,8% планируется увеличить стоимость набора социальных услуг, который автоматически начисляется всем получателям ЕДВ, кроме чернобыльцев. Это все будет произведено увеличение с учетом уровня инфляции, который будет определен. Что касается социальных пенсий, которые получают граждане, не набравшие необходимого количества пенсионных баллов, то их повышение состоится 1 апреля 2020 года. По прогнозам Минэкономразвития, рост составит 7% в денежном эквиваленте. Это 300-900 рублей. Однако точный коэффициент индексации соцпенсии будет озвучен ближе к апрелю следующего года. Его рост привязан к увеличению прожиточного минимума пенсионера за год, предшествующей дате индексации. Если пенсия неработающего гражданина ниже прожиточного минимума, то ему положена социальная доплата к ежемесячной выплате, которая позволит довести пенсию до минимально установленного размера. В 2020 году неработающий пенсионер, у которых уровень материального обеспечения будет ниже установлено прожиточного уровня пенсии в регионе, а прожиточный минимум пенсионера в регионе составляет 9302 рубля, это принято законом Тверской области, будет произведена федеральная социальная доплата. Федеральная социальная доплата, как и в прошлом году, вернее, индексация, увеличение пенсии, она будет произведена сверх. Вот эта федеральная социальная доплата, которая у нас произведена в регионе. Пересчет выплат работающих пенсионеров традиционно произойдет 1 августа. Если пенсионер отработал весь 2019 год или какой-то его промежуток, то с 1 числа его пенсия повысится в зависимости от суммы страховых взносов, которые за него перечислил в ПФР работодатель.